Большой микрорайон с новостройками. В этих высотках железнодорожного района на пересечении Карла Маркса и Киевской проживает десятки молодых семей. Расположение удобное, вот только внутриквартальные дороги до сих пор оставляли желать лучшего. Решение найдено. Проезды обновляют за счет поступлений из регионального министерства транспорта. Хотели, чтобы была территория и для машин, и для того, чтобы жители могли спокойно пройти, чтобы в зимний период было удобно расчищать территорию, чтобы молодые мамочки с колясками могли удобно пройти и никто никому не мешал. Поэтому здесь мы это все согласовали. Глава железнодорожного района приезжал, непосредственно мы с ним согласовали и проект, и смотрели, как пойдет эта дорога. И действительно, нас услышали, это правда, и мы надеемся, что в скором будущем мы увидим эту красоту. В этом году мы ремонтируем со стороны улицы Киевская. Объем здесь около 6 миллионов ботнутриквартального проезда. И устройство здесь будет парковочных карманов, тротуаров. Здесь очень важный объект из-за того, что здесь проход в школу. Здесь очень много детей идет в школу. Поэтому считаем, что начали именно с этого проекта. Проезжая часть, парковочные места, тротуары и установка бортового камня. Общая площадь работ достигает тысячи квадратных метров. Привлекли спецтехнику. Трудятся дорожники без выходных. Работы ведутся интенсивно, укладываемся полностью в срок. Данный двор является прелегативным, поэтому все силы приложены здесь. Вот этот квартал, он быстро развивающийся, быстро растущий. Буквально на следующий год еще один вводится дом на 400 квартир. Соответственно, эта дорога конкретно имеет такое районное значение. Это первый этап в большой работе, который проводит администрация железнодорожного района в благоустройстве этой территории. Следующие работы распределили на два года. В 2022-м отремонтируют дороги в районе дома 55 по проспекту Карла Маркса. А в 2023-м по Карла Маркса 49. В планах объединить два проекта и соединить с проспектом улицу Дачная. Всего в железнодорожном районе в этом году будут отремонтированы внутриквартальные дороги в 11 дворах. Помимо этого, в трех дворах ведется благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Еще в трех реализуется губернаторский проект «Содействие». Гуфия Сафина, Григорий Плешаков. События.